Зерна, брошенные более двух десятков лет назад в почву союзного государства, сегодня приносят весомые плоды и дают ощутимые всходы. Беларусь и Россия работают на укрепление экономики. В числе наших партнеров порядка 80 российских регионов для сотрудничества нет преград, даже если путь для нашей продукции порой пытаются закрыть в буквальном смысле. Калининградская область тому премьер. Литва блокирует транзит для целых групп товаров, поддерживая методы экономической войны. Но, как показывает практика, наши тесные связи не разорвать ни санкциями, ни расстояниями, ни стараниями отдельных политиков. В этом убедилась наш корреспондент Ольга Онищенко. Калининград в нашей рубрике «Ближе некуда». Самая западная точка России, ее форпост на Балтике. Белорусская диаспора здесь одна из самых больших. Белорусы массово переезжали после войны, пускали корни. И эти связи сегодня крепче тысячи нитей. Так что Калининград для нас во всех смыслах ближе некуда. Агропром объединяет, и это уже традиция. Так, в Калининграде больше половины саженцев белорусской селекции с недавнего времени. А еще 10 лет назад здесь знать не знали о своих яблоках или грушах. Казалось, проще купить у соседей поляков, чем разворачивать свою программу садоводства. Но жизнь, как известно, распорядится по-другому. Мы находимся в самом первом саду, посаженном в Калининградской области с 2013 по 2016 год. Инфинитивного сада не было. Такого типа в Калининградской области не было никогда. То есть это был первый заложенный сад белорусскими саженцами. И сегодня этот плодопитомник – самый большой в регионе. Дело рук белоруса Владимира Гурбановича. И кажется, что здесь, как в Греции, есть все. Эта работа постепенно набирала обороты. Саженцы покупали местные хозяйства. И сегодня они уже сами получают урожаи. Так что наш аграрный опыт в Калининграде стал поистине бесценным. Как коренной белорус, все должно быть свое. Чтобы ни у кого не просить, ни от кого не зависеть. Потому что, вы знаете, что Белоруссия была же в свое время ограничена от всех. Но она выше. И сегодня это с этим государством все считается. И в Калининградской области я хочу, чтобы было все. Име дело лучше, бесспорно, с надежным партнером Виктор Корниенко. И он, конечно, тоже белорус один из таких. Если и не все, то многие наши заводы в числе его поставщиков. Он точно знает, показать белорусский продукт не стыдно никогда и нигде. Так что к его березе у дома сети продуктовых магазинчиков не зарастает народная тропа. В Калининграде многие уже научены. Белорусское – это вкусно, доступно и натурально. Лучше, понятно, своим примером показать. И он показывает, заверяя. Закупается только здесь. Мы стараемся позиционировать то, что это строгие советские ГОСТы, которых уже в Российской Федерации нет. Это качество, проверенное временем. Все-таки маркетинг в Республике Беларусь тоже работает очень активно. В силу того, что ушли импортные бренды, это тоже дает свои подвижки. Импортные, конечно, ушли. Зато свои не просто остались. Стали крепче стоять на ногах. Но оптимизма хозяевам белорусской сети не занимать. Как бы и не складывалась конкуренция, нашу молочку и колбасы точно купят. Поэтому везут без всяких опасений. Но есть что и Калининграду нам предложить. Отсюда держат путь знаменитые рыбные деликатесы с говорящим названием «За Родину». Это вообще без малого четверти российского рынка шпрот и почти пятая доля рыбной консервации в целом. И самый большой завод, который не изменяет себе. У производителя есть только 8 часов, чтобы свежая рыба отправилась в банку. Это вот серебро, которое мы ловим. Когда она заходит в коптильную печь, уже выходит золотом. Поэтому ловим серебро, а продаем золото. Шпроты в Беларуси любят. Это такая консервированная ностальгия из прошлого. В котором, кстати, Латвия закрывала все потребности. И наши, и даже почти все российские. 22 завода как-никак. Но рижский шпрот уже не тот. Прибалтика растеряла и производство, и покупателей. Россия нарастила. Да, санкция, с ними и запрет на литовский транзит, сделали дорогу в Беларусь для калининградских деликатесов длиннее и дороже. Но на заводе заверяют, не для покупателя. Мы около 20 видов консервов поставляем беларуси на их полку. Поэтому, да, наш продукт там они знают. И мы готовы конкурировать с любой страной. И с любым производителем, который туда поставляет. В Беларуси мы часть везем паромом, А часть везем на наш московский склад, оттуда уже делаем переадресацию. Но на цене для беларусского потребителя это никак не сказалось. Мы это делаем за счет своей рентабельности. В сферы взаимных интересов сегодня попадает и наша техника, и стройматериалы. Логистика о поставке, понятно, усложняет. Хочу даю транзит, не хочу не даю. Как-то так это работает со стороны Литвы, рассуждает губернатор. Обещали одно, а на деле другое. Словом, не ищите логики. Мы получили серьезную поддержку от нашего президента, от Москвы. В этом году уже доведено до наших перевозчиков, которые работают на морской линии, больше 3,5 миллиардов рублей. Это субсидии, которые будут покрывать разницу между расходами, которые были до этих ограничений литовского транзита. И вот сейчас эти повышенные расходы, связанные с переходом на море, покрываются за счет федеральных средств. И все же санкциям нашу торговлю не убить, уверен глава региона. Как бы Литва не чинила препон. Так что сотрудничать будем, губернатор обещает. И сами еще приедут, и в гости ждут. Балтийский берег – радушный край, где живут свои родные люди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова